фава тут вот многие люди интересуются вот смотрели там твое видео там туда-сюда все спрашивают что за такое за препарат пегасис и вообще для чего он предназначен кай вообще как ты попал под этот пегасис 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 это препарат для лечения гепатита c то есть у тебя был гепатит так он же не вылечивается вылечивает вот этим вот препаратом но сейчас до раньше до был только ну пегасис сейчас появились новые препараты они у них побочных эффектов меньше даже чем пегасис но так как закупила россия очень много этого препарата по государственной программе лечения гепатита c колю пегасис а по эта программа всем короче можно или там очередь какая-то бешеная я два года стоял два года с 2013 по 2015 года два года гепатита мучился я мучился с 2000 года лечить и начали в 2015 вообще выражается гепатит вот этот с желтуха то я знаю что это такой же воде c да он может происходить он проходить может быть симптомы вообще ты ничего не чувствовать не будешь он тебе будет то есть у тебя печень разрушается на ты был там фиброз она это опять стадии 5 до 5 стадий фиброза следующий раз церов понятненько короче он так а вот то что саша ключ говорит у него от таблеток которыми его кормили в кишкинке зубы выпадать стали у него зубов до хрена выдает они не я думаю совпадение просто на самом деле ну то есть не 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 факт факт тот что короче ему жрать нечем этих пальцами это вытаскиваю блин ну понятно это совпадение просто на самом то есть говорит такой давай год в интернете попросим чтоб не зубы зубы вставили там денег муж у кого-нибудь есть много ненужных блин сейчас зубы поменять это рублены жопа вообще сдать я у него спрашиваю блин если тебя столько их выплатить какие-то мосты там надо вкручивать крымские мосты не мосты а эти как не на имплант это слишком дорого не знают делают как делают как бы челюсть блин она но только она не вставляется прикручивается куда прикручивается в кость сначала два штифта ставит потом делать челюсть ставится и прикручивается к этим шаг это что же получается не должна какая-то конечно тоже хирургическое вмешательство конечно а так просто если просто мост такого чем-то должен держаться мы отошли от темы блин какая побочка у препарата пегасис ой ну там разное может быть у меня было там написано что у меня было понимание я все лето 2015 года с интервалом в неделю неделя 10 дней пролежал всемашка внимание двусторонний то есть она тоже вот ни с того ни с сего и раз и начала и начинают ну то есть смотри у меня то есть я ходил в дневной сценарь в поликлинику с ногами мне капельницы ставили там небольшое помещение а как раз было блять жара градусов наверное медиа под 40 и там работал кондиционер понимаешь я ну то есть на меня он не дул но было ну свежо в комнате ну то есть нормально как вот сколько было ну градусов 19 может 20 и явно в этом на фоне этой херни прям заболел но там в это там препарат он состав ну то есть он упаковка такая шприц как этот как инсулиновый только он еще тоньше тоненький тоненький там вот столько вот в нем налито в этом шприце иголочка вообще не видно вот но и такая вот коробочка небольшая в этой коробочке открываешь там бумажку это инструкция и разворачиваешь там вот такая вот плакат вот такая мелким шрифтом с двух сторон представляешь там сколько у тебя могут рога копыта что возможно возникновение пневмонии но вот у тебя она и возникла тебя вот эта побочка у меня у знакомый она тоже пегасис лечила пегасисом гепатит у нее вскочил прыщик под этой ну поможешь под мышкой в такую херню разве этот что аж больница лежал и резали ставили дренаж нихрена себе тоже от него охереть он иммунный препарат он подавляет иммунную систему пегасис блин вот этот шейдзария швейцария раньше стоил вот когда в 2015 году он стоил укол около 11000 сейчас стоит шесть пять восемьсот шесть поменьше за сомножил у сейчас другие препараты появились поэтому как бы он не очень популярный но так послушай так он тебя помог до получать до гепатита цену мнению все ты вылечился это за сколько он тебя прошел ну то есть я мне кололи пегасис еженедельно он раз в неделю делается вот и пил таблетки я полгода и таблетки тоже пегасис не таблетки рибавирин его придаю и он при вече его тоже дают ну противовирусные любых вирусных инфекций и короче блин ты выздоровел таким образом тебя анализы потом взяли ты смотри я сдал анализы на гепатит сразу после лечения через два месяца я сдал потом еще одни анализы через полгода и через год вирусов крови нет ну круто круто ну а печень как восстанавливать теперь а печи а как ты теперь восстанавливаешь как есть это ну то есть щадящий просто режим но я вот это говорил то у тебя диета какая-то была заставляли целый арбуз сожрать а это когда гепатит b был это для того чтобы ну то есть надо потреблять очень много жидкости чтобы все токсины которые вырабатывают гепатит чтобы их уходили с организма заставляли воду пить блин не менее блин трех литров в день и съедать одну тогда когда я лежал арбузы были в этот период и и говорили вот и съедать по одному среднему арбузу там блин короче так понимаю гепатит b лечится арбузами вот это вот страшная штука этих гепатит b пиздец вообще а это что гепатит b его можно поймать откуда угодно гепатит c передается только через кровь а гепатит b а гепатит b это желтуха нет нет ну то ну то есть желтуха это гепатит а это самый простой от грязных рук от всего там отливых овощей а гепатит b это он через кровь передает через рукопожатие через блять через всех это бытовая херня какая-то он через все передается абсолютно в тысячу раз заразе спида а где вечер откуда он берется ну вирус откуда откуда сука это к виду это взялась блять а у нас стране он есть кто гепатит b я это болел 99 году где ты его подцепил через торчу я понял пиздец я пролежал 45 дней в этой еланы инфекционной больнице это же вообще был как вы там никаким сифилисом еще не заражали но сифилить раздевал вот и вот странно блять не знаю но мне было бы хоть откуда возьмет короче торчки сифилисом не болеет не знаю может кто и ходит он знает да вот если кто-то болел тут все уже но сифилистом при половом контакте блять мужа блять дружили с кровь юма у при этого венерическое заболевание сифилиса но когда он контакт через микротравмы узнаете я не знаю как они передаются но у нас ни у кого не будет повезло ну свечевыми ребятами я блять проторчал бы почти больше семи лет не заразился если соблюдать некоторую предосторожности некоторые то вполне безопасно можно вечно колбасится и чувство не закрас не там знаешь в чем дело вич когда человек принимает препараты для как ну она не лечение ну как для поддержания блин здоровой формы но у него вич он есть он пьет эти таблетки и он как бы уже для блин для других он не так опасен как если бы он их не принимал понимаешь там он даже от матери к ребенку ты можешь родить ребенка он она будет здорово ребенок будет здоровый а баба все равно будет болеть вечер так что если соблюдать предосторожности не колодца там одной иголкой постоянно херачить то никаких проблем нет а вот гепатит c сука заразная он его такого нет он так что короче блин мой те руки чистите а гепатит b в ух ёпта я прожать из с резинками и у вас все будет хорошо я как залетел в эту больницу и у меня сначала знаешь как пожелтели от глаза и вот тут начал кирпич тянуть думаешь уж такое ходил неделю потом как полипа пожелтел как лимон блять с пошел в поликлинику меня на скорой сразу в эту инфекционную и пиздец и я 45 дней там его вот это жесть вообще а еще зима не зима ноябрь месяц был в эти выйти никуда не выйдешь блять вообще этом выл вот реально оттаскивали а еще препаратов это 2 99 год при по 97 год на 7 мне болел препаратов как таковых для лечения вообще гепатитов не было был реоферон тебе первые пять уколов когда его делают там температура блять как шо сульфазин ты засадили пиздец там выше 40 температур он грязный не очищенный был и поэтому такая вот херня а его надо блин там курс проколоть я уж не помню сколько спасибо тебе за лекция на гепатита и пегасица спасибо